В этом видео я перенесу известную картину прямиком из Третьяковской галереи в Майнкрафт. Моя цель построить огромную картину Малевича, черный квадрат в двух положениях, а затем занести это изображение на карту и все это сделать в режиме хардкора. Получилось очень интересно и информативно, поэтому обязательно подпишись на канал и поставь лайк. И погнали работать. Итак, для начала мне нужно загрузить нужную картинку вот на этот сайт. И вот здесь вот можно выбрать сами блоки, из которых будет состоять арт. Выглядит все очень даже круто, мне нравится как он выглядит. В предыдущем видео я строил вот этот огромный проект Венди. И сейчас время заняться высоким искусством. Черным квадратом Малевича, ха-ха. Итак, для начала мне нужно скрафтить карту. Для нее мне нужен сначала компас, сюда, и немножко бумаги, и пустая карта готова. То, что мне и нужно. Для начала сделаю еще побольше фейерверков, чтобы как бы было. И теперь мне нужно найти место для постройки этого арта. Лучше всего, чтобы он был в океане. Наверное, стоит найти какой-нибудь океан где-нибудь подальше. ВТФ, это что такое? Ладно. Здесь уже моя ферма морских страж, и значит, в принципе, можно построить арты где-то здесь. Да, неплохое место, мне нравится. Только мне нужно немножко блоков, а у меня с собой их нету, поэтому ледник. Прости, как бы глобальное потепление. До свидания. Все оттаяло, будем считать. И ну-ка-на-ка, нужно прогрузить карту. Карту. Блин, вообще очень неудачно прогрузил. Ее нужно было чуть подальше в океане. Ну-ка-на-ка, мне кажется, вот это вот нормальное расстояние. И... Блин, сейчас... И пробую... Во, вот это отлично. Отлично. Все как надо. Вроде бы как вот этот блок мне нужен, и теперь нужно установить схематику сюда. И да, блок я выбрал правильно, потому что схематика установилась адекватно. Ну и теперь мне нужно собрать ресурсы. Самая интересная часть, конечно же. Итак, для начала я хочу заняться белым бетоном. Чтобы мне сделать белый бетон, мне нужно добыть белый краситель. Белый краситель добывается из костной муки. Костной муки у меня нету, потому что в предыдущем видео я все потратил. Поэтому мне нужно добыть костные блоки. Но мне их нужно добывать в два раза больше, потому что картины будет две. Вот на этой карте и еще будет одна в стоячем положении уже на моей базе. И это будет просто замечательно, красиво, офигенно и круто. И мне сейчас нужно по аду... ВТФ... Мне сейчас нужно по аду собрать костные блоки. Один костный блок, это девять костной муки, это девять красителей. Я тебе сейчас постреляю. Ты что, махаться будешь? Махаться будешь? Не будешь ты махаться. И костных блоков здесь завались просто. И просто костей, кстати, здесь тоже завались. А ну-ка иди сюда, мои миленькие, маленькие. Костные блоки добыты. Я думаю, мне их хватит на ближайшее будущее. К тому же, у меня же есть дюпер. Я же могу сухой бетон дюпать. И это здорово. Я потрачу намного меньше времени, чем мог бы потратить с этим дюпером. И это просто замечательно. И мне еще нужен будет черный бетон. И для черного бетона нужен черный краситель. Спруты, здравствуйте. Мне, пожалуйста, одну штучку. Две тоже хватит. И белый бетон сюда. И черный сюда же. И теперь мне нужно отправиться к дюперу. Итак, здравствуйте. Мне, пожалуйста, дюп оформите. Запускаем чанк лоудер. И пошла работа дюпнутого характера. И осталось лишь немного подождать. И все будет готово. Ой-ой-ой. Это что такое? У меня лагает просто невыносимо. Прошел часик. И вроде бы как здесь достаточно дюпнулось предметов. Или недостаточно. Пока что невозможно утверждать, достаточно или нет. Потому что они не свалились по сундукам. Но это и не важно. Главное, что я их сейчас сам могу собрать в шелкера. Итак, все. Дюпнулось достаточное количество белого сухого бетона. А для черного я не взял шелкера. Поэтому нужно сейчас быстренько вернуться домой. И взять еще шелкера для черного сухого бетона. Итак, я снова здесь. Снова здравствуйте. Быстрее. Пока он не задиспавнился. Нет, он задиспавнился. Не может такого быть. Это что? Это не объяснить вообще. Вот какашка, конечно. Так, тогда что? Тогда мне нужно опять включить дюпер. Дам. Зря я стоял час АФК. В итоге все равно половина, даже, наверное, больше половины задиспавнилась тупо. Запускаю. И готово. Великолепно. Черный сухой бетон собран. И это просто замечательно. Теперь мне весь этот сухой бетон нужно переделать в обычный бетон с помощью моей фермы бетона. Которая находится вот здесь вот. Ой, давай, да. Да елки-палки. Вот сюда. Опа. И шелкер вот сюда. Отлично. Ну что ж, теперь чуть-чуть время АФК с автокликером. Вспомнить бы, где включается эта ферма. А, вот. Ура! Люблю такие моменты. ШИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ Весь сухой бетон переделан в обычный бетон, и это просто потрясающе. Следующий ресурс, шалкер серой терракоты. Чтобы её добыть, мне нужно отправиться в Мезу. Но перед этим нужно захватить с собой один маячок и немного железных блоков. И вот это место отлично подойдёт. Здесь я уже, кстати, копал белую терракоту, ну и пришло время, так сказать, всю гору додолбить. И маячок сюда. Маяк установлен, и теперь можно копать. И копать я буду вот эту самую обычную терракоту, потому что серая не спавнится. Буду копать не один шалкер, а чуть побольше, потому что помимо серой терракоты мне понадобится ещё чёрная, голубая, светло-серая, бирюзовая, зелёная и ещё много других разных цветов. Короче, весь спектр цветов терракоты мне понадобится, ну там буквально чуть-чуть. Поэтому буду забывать где-то шалкера 3, вот такой вот обычной терракоты, и потом перекрашивать это всё дело. Великолепно, терракота добыта и... Добыта, но не серая терракота, а мне нужна именно серая. И для этого мне нужен, естественно, серый краситель. Серый краситель это чёрный и белый. Ну и чёрный краситель это спруты. Здравствуйте. Чёрный краситель нафармлен, и мне кажется, трёх стаков мне будет вполне достаточно. Теперь мне нужно создать из костной муки белый краситель. И теперь объединяю белый с чёрным, и получаю очень много серого. Возможно, даже чё-то многовато, но сейчас посмотрим. Итак, шалкер сюда, это сюда. И замечательно, шалкер с серой терракоты готов. У меня ещё осталось, кстати, много-много красителей. Куда бы положить? Вот сюда положу. И я балбес, потому что переделал весь чёрный краситель в серый. А мне же ещё нужна просто чёрная терракота, и её нужно 5 стаков. Поэтому, спруты, хэллоу, второй раз. Всё, стак чёрных красителей имеется. И чёрная терракота, отдам. Далее мне нужно 3 стака голубой терракоты. Получилось немножко больше, ну и ладно. Дальше кактусики. Зелёный краситель, бирюзовый краситель и бирюзовая терракота. Светло-серая у меня есть, коричневая есть. Светло-голубая терракота, белая, зелёная и пурпурная. Вся терракота собрана. Это замечательно. Далее 8 стаков берёзовых брёвен. Готово. Берёзу я нарубил, мне этого будет достаточно. Дальше мне нужно 2 стака сланца. Вот, раз и... Нет, у меня закончился сланец. Этого не может быть, это что-то невероятное. Ничего, сейчас спущусь. Ой. И накопаю. Приехали. Стой. Это копается, конечно, очень быстро. Готово, сланец накопан. И... Ну-ка, на-ка, вези-ка меня обратно, давай. Уи-и-и-и. И перед тем, как продолжить дальше собирать ресурсы, мне нужно купить золотую морковку, потому что у меня закончилось. Палочек нету. Ха-ха-ха. Ну-ка, на-ка, где моя ферма бамбука? Эй. Она работает тут вообще или нет, мне интересно. Жесть, у меня полсердечка, пока я летал. Таймер проверять. О, да. Как же это красиво. На этом можно залипать вечно просто. Давай, давай, давай. И обратно. Вот это вот правильно. А вообще, я сюда пришел за бамбуком, чтобы скрафтить палки. Дайте-ка изумруды ПЖ. И морковка. Конечно, мало. Ну ладно, потом еще куплю. Следующий ресурс паутина. И для нее мне нужно отправиться в Мезу, чтобы там ее бы добыть. Стоп. Обратно, я забыл ножницы. А ну-ка, ножницы, ко мне. Итак, прямо сейчас мне где-то надо найти шахты. Шахта, шахта, шахта. Может быть, тут будет шахта. Тут нету шахты, я вас понял. Шахта? Не шахта. Может быть, вот здесь будет шахта? Шахта, шахта. Ты где? Опа! Нашел, 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 нашел. Во-во-во, паутинка отлично. Вроде бы как, мне ее надо около 40 штук или даже меньше. Пошел отсюда. Блин, по-моему, здесь закончилась паутина и мне еще не хватает. Поэтому надо найти где-то еще шахту. Но я думаю, это не будет проблемой, ведь так. И да, это не будет проблемой. Опа-на. Что здесь? Вау! Зато яблоко, факелы, железо, семена, арбуза. Невероятно просто. О! Добыча один, рельсы и светящиеся ягоды. Не может такого быть. Так, ну вообще мне нужна паутина. Здесь ее нету. А, где паутина? Отдайте паутину. Отдайте мне всю вашу паутину. А, вход завалило. Ой-ой-ой, здравствуйте. Еще больше вход завалило. И что? И это все? Мне как бы все равно не хватает немножечко. О-о-о-о-о-о-о-о. И еще сундук. Что же будет в нем? Невероятно алмаз. И еще одно золотое яблоко, семена и рельсы. Просто что-то с чем-то. Ой-ой-ой. Ну и ладно, не очень-то, собственно, и жалко. Да, а-а-а. Ты че обнаглел? Э, махаться будешь? А ты че там сверху? Я тебе сейчас накостыляю, елки-палки. А ну, шо отсюда? О, нет. Вот как бы вот так вот, да. Вообще мне хватит 37 паутин и можно возвращаться домой. Далее мне понадобится 4 стака серой шерсти. Это не проблема, потому что овец у меня дофигища. И серых в них тоже дофигища. Вот если бы особенно не выпрыгнуло бы сейчас вот это. Так, э-э-э-э, как вам пройти-то? Э-э, давай. Ну-ка, серые овечки, дайте-ка мне шерсть. И мне еще нужно будет 18 бирюзовой шерсти, поэтому одну овцу покрашу еще в бирюзовый. Итак, шерсть срезана, нарезана. И мне остался последний ресурс, а именно 2 стака искаженных стеблей. И это все добывается в Незере. Только еще бы вспомнить. А, ничего вспоминать не надо, я все нашел. Я теща тут... Ну что же, вперед рубить. Итак, я добыл 3 стака почти искаженных стеблей. Теперь мне это нужно все переделать в искаженные древесины, это называется, или как-то так вот. Теперь нужно возвращаться домой. Ворпит Хубхайи. Определенно оно. Ну что ж, я поздравляю, все ресурсы собраны. И теперь нужно их, во-первых, забрать все в инвентарь. Блин, не помещаются, елки-палки. Сейчас необходимо отправиться на место, где я буду строить картину. Ну или точнее, арт. Я на месте, здравствуйте, мистер... Не знаю, как тебя пока что назвать. Я хочу для начала сделать вот эту вот штуку, чтобы была возможность расставить все шелкера. И теперь можно начинать строить. И, кстати, интересный факт. Черный квадрат Казимира Малевича на самом деле вовсе не квадрат. Ни одна из его сторон ни параллельна, ни противоположной, ни рамки картины. Технически это всего лишь прямоугольник. И он вовсе не черный. Малевич использовал специальный раствор красок, в котором не было ни одной черной. Поэтому название картины не совсем соответствует действительности. И Малевич также написал картины, известные как «Красный квадрат» и «Белый квадрат». Итак, арт готов. И это просто великолепно. Он выглядит потрясающе. Вы только взгляните на это. Это разве не круто? Это просто великолепно. Первая постройка готова. Теперь нужно сделать точно такую же, только в вертикальном положении. И это я уже буду делать на своей базе. Ну, где-то рядом со своей базой, чтобы любоваться этим почаще. Ну, а эту карту я сейчас с ней сделаю всякие прикольчики. А именно, я собираюсь размножить эту карту и как-нибудь везде повесить красивенько на своей базе. И чтобы скрафтить карту, мне опять нужны компасы. Для компасов нужна железка и редстоун. Итак, пустые карты. Идите сюда. Теперь мне нужно скрафтить стол картографа. И куда бы его влепить? Куда бы его влепить? Сюда не влепишь. Сюда тоже. Блин. Ну, тогда влеплю в отдельный дом. Пусть будет вот здесь вот чисто. Дом для стола картографа. Здравствуйте. И вот эта карта. Так, всё нормально работает. Теперь делаем, по идее, вот так вот. Сюда кладём вот это. И... Великолепно. 37 карт с картиной Малевича Чёрный квадрат. Есть. Прекрасно. Теперь мне нужны рамки. Только я стол оставлю тут. И рамки крафтятся из кожи и палок. Это всё у меня имеется в больших количествах. Рамки. Здравствуйте. Вот отличное место. Ну-ка. О, да. Это выглядит круто. Мне нравится. Где-нибудь вот здесь. Вот почему бы и нет. Ну и, конечно, куда-нибудь сюда. Прямо вот так вот. Хе-хе. Ну и вот здесь тоже можно. Дверь вынесли. Ну ладно. Всё так и должно быть, в принципе. Эй, давай сюда. Опа. Великолепно. Всё. Искусство по всей базе. Теперь мне нужно построить всё это дело где-нибудь рядом здесь. Чтобы, ну, тут стояла такая большая картина. И я ей любовался. И, кстати, я активно веду свой бустер. Там ты можешь увидеть спойлеры, различные релфотки и много других приколов. Поэтому есть ещё ссылка в описании. Итак, картина готова. И мне очень нравится, как она выглядит вот в этом положении. Я думаю, здесь вообще можно будет потом построить целую галерею из вот таких вот больших картин. Потому что выглядят они реально очень круто. Мне очень нравится результат, который получился. И в этой картине я вижу пустоту, которая обволакивает наше бытие. И ещё очень ироничен тот факт, что Чёрный квадрат построил Чёрный квадрат.